МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бывший координатор штаба Алексея Навального в Томске Ксения Фадеева приговорена к 9 годам колонии по обвинению в организации экстремистского сообщества. Американский штат МЭН вслед за штатом Колорадо запретил Дональду Трампу баллотироваться в президенты. Также сегодня. На данный момент главным, может быть, фактором именно его здоровья, которое, ну, как все видели по видеокадрам из Санкт-Петербурга и из Минска, очень очередной раз сильно ухудшилось, он еле говорит, у него тремор, и даже уже пропаганда это не скрывает. Депутаты белорусского парламента приняли поправки к закону о президенте, предусматривающие его неприкосновенность после ухода с поста главы государства. Россия нанесла минувшей ночью по Украине ракетный удар, возможно, самый массированный за время полномасштабной агрессии против Украины. По данным командования ВСУ по украинской территории были выпущены не менее 110 ракет разных типов, 87 из них были сбиты. Как рассказал командующий ВСУ генерал Валерий Залужный, вначале был предпринят отвлекающий маневр в виде привычной уже для Украины атаки беспилотников, затем в воздух в разных регионах России поднялись стратегические бомбардировщики. В качестве объекта для этого удара российская армия выбрала, в частности, роддом в Днепре, торговые центры, многоэтажные частные жилые дома и другие гражданские объекты. В Киеве погибли два человека, около 30 были ранены, во Львове один погибший и 15 раненых, в Днепре пятеро погибших и 15 раненых, в Одессе двое погибших и 15 раненых, в Харькове трое погибших и 11 раненых, в Запорожье четверо погибших и 10 раненых. К сожалению, число жертв может только увеличиться. Во многих местах в момент записи этого выпуска «Времени свободы» еще продолжался разбор завалов. Украина второй год подряд встречает Новый год в условиях полномасштабной войны, и логика развития событий говорит о том, что украинское государство должно готовиться к затяжному конфликту. Об этом рассуждает украинский политический аналитик и публицист Виталий Портиков. Я думаю, что главное, о чем мы можем говорить в сфере 2023 года, это то, что украинское государство выставило еще один год в борьбе с Россией, и что Российская Федерация, несмотря на все ее амбициозные планы, не смогла продвинуться даже на несколько километров по украинской территории, начиная с ноября 2022 года. Мы очень часто говорим о том, что ситуация, связанная с Российско-Украинской войной, измеряется километрами, которые проходит украинская армия, в пути освобождения своей территории. Но как-то забываем, что есть и Россия, и что у Российской Федерации с 2022 года была идея для начала, это цель, которая была четко поставлена Владимиром Путиным, выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей Украины, которые были признаны независимыми государствами накануне вторжения. Этого до сих пор не произошло, а мы говорим уже о втором годе войны, которая будет в феврале 2024 года. Очевидно и то, что для Украины стало ясно, и это тоже вопрос не 2023 года, это было ясно уже в 2022, но осознание этого пришло именно в 2023, что это длительная война. Мы не знаем, когда она завершится, мы не знаем, каким будет политическое ее завершение, потому что никаких реальных сдвигов, которые позволили бы нам в принципе говорить о политическом решении этой войны, я не вижу. И я думаю, что их сейчас пока что не видят и западные политики. Возможно, что-то прояснится на Вашингтонском саммите НАТО, возможно, что-то прояснится после президентских выборов Соединенных Штатов, но в принципе мы говорим о длительной дистанции. И если мы измеряем энтузиазм украинского общества, то мы должны понимать, что энтузиазм на длительной дистанции, на дистанции многолетнего конфликта, совершенно не сравним с тем энтузиазмом, который охватывает общество в первые месяцы войны. И это касается как тех настроений, которые могут быть в стране, которая борется с нападением, так и тех настроений, которые наблюдаются в стране, которая совершила это нападение. Это совершенно другая ситуация. И по большому счету, конечно, эту ситуацию нужно было понимать уже в марте-апреле 2022 года, но так тоже никогда не бывает везде. Когда начинается война, многим кажется, и тем, кто напал, и тем, кто обороняется, что это все может закончиться за несколько месяцев. Сказать самим себе, что мы в начале многолетней дистанции, не хочет никто. Но, с другой стороны, если мы понимаем, что речь идет о многолетней дистанции, то мы должны видеть все закономерности продвижения по такой многолетней дистанции. Одна из таких закономерностей, совершенно очевидная, это то, что уменьшается внешний интерес к такому конфликту. Тем более, что 2023 год стал годом начала конфликта на Ближнем Востоке. И этот конфликт, как и следовало ожидать, привлекает в себе куда более пристальное внимание международной общественности. И об этом мы говорили в 2022 году, что если война в Украине не будет остановлена или хотя бы локализована, она приведет к новым большим конфликтам по всему миру. И я думаю, что 2022 год еще нам продемонстрирует правильность этого тейста, потому что Ближневосточный конфликт – это не последний конфликт, который нам придется переживать в ближайшие годы. Кроме того, и это тоже абсолютно очевидный момент, о котором стоит сказать, что такой серьезный многолетний конфликт, он уже не составит вопросы перед его участниками о уровне помощи, о уровне поддержки. И тоже можно было в 2022 году сказать, об этом многие говорили, что со временем поддержка будет уменьшаться, что ее объемы не будут такими, какими они были в первый период войны. Что когда на Западе поймут, что это противостояние надолго, появятся и те, кто будет говорить о необходимости политического решения, впрочем, не приводя никаких его четких контуров, появятся и те, кто будут говорить просто о необходимости уменьшения поддержки или о распределении этой поддержки, учитывая другие конфликты, которые существуют в мире. Это тоже вполне закономерная особенность того, что происходит. Ну и совершенно закономерная особенность того, что происходит – это падение, скажем так, доверия внутри самой Украины к власти. Но опять-таки, падение этого, если вы посмотрите внимательно на рейтинге, действующего президента, оно все еще очень велико. По большому счету, в таких серьезных конфликтах, которые связаны с большими потерями для людей, с потерями с точки зрения жизненного уровня и вообще ощущения безопасности, как правило, власть теряет доверие гораздо быстрее. Так что и тут, я бы сказал, можно говорить о предсказуемых тенденциях, но они не столь серьезны, сколько могли бы показаться еще недавно. Поэтому пока что российско-украинская война развивается вполне прогнозируемой траекторией, про траекторией затяжного конфликта, из которого нет реального политического решения, если следовать стандартам, привычным нам до нападения России на Украину, до того момента, как Владимир Путин пошел на открытое пренебрежение международным правом, как он аннексировал Крым, а уже затем в 2022 году еще несколько регионов Украины. И понятно, что в обозримом будущем мы не будем видеть никакого реального выхода из этого конфликта, потому что даже военные изменения, если предположить успехи украинской армии и освобождение ее хотя бы части оккупированной территории страны, или если предположить, что российская армия сможет прорваться на каких-то участках и оккупировать еще какую-то часть украинской территории, они все равно не обещают нам никакого политического решения ситуации. Потому что если мы будем считать, что Россия своей целью ставит восстановление бывшего Советского Союза, и Украина лишь часть ее большого плана, а для Украины важно сохранение своей государственности, восстановление территориальной целостности, это площадка для компромисса отсутствия. Поэтому лучшее, что мы можем сделать, просто принять логику этой долгой войны, так как мы принимали логику других аналогичных конфликтов, где не было никаких никаких политических платформ для компромисса, и согласиться с тем, что эта война будет определять ситуацию в мире и в Европе в 20-е, возможно, и в 30-е годы 21-го века. Долгое время нормой нашей жизни в Европе и вообще, в принципе, во взаимоотношениях между государствами европейскими, даже между двумя противоборствующими блоками, был мир, даже в годы холодной войны. Теперь нормой нашей жизни будет война, и я думаю, что людям, которые живут не только на постсоветском пространстве, но и на европейском континенте, нужно просто к этому готовиться и думать о том, как выжить в эту войну, потому что понятно, что политическое решение всех этих кризисов, которые возникнут в результате российско-украинского конфликта и в результате этой войны, оно рано или поздно, в 20-е или в 30-е годы, будет найдено и выиграет те, кто просто смогут выжить в тех катаклизмах и проблемах, которые нам еще предстоит увидеть, пережить и описать. Это был украинский политический аналитик и публицист Виталий Портников. Полностью беседу с ним об итогах 2023 года. Для Украины вы услышите в специальном выпуске «Времени свободы», который выйдет в эфире «Радио Свобода» 1 и 2 января. Его, конечно, можно будет найти и на основных платформах подкастов. Несмотря на то, что Белый дом и Конгресс США так и не смогли в этом году договориться о выделении средств на оказание помощи Украине, на чем настаивает администрация Джо Байдена и против чего выступает республиканское большинство в Конгрессе, вчера было объявлено о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на общую сумму в 250 миллионов долларов. О том, из каких источников Белый дом продолжает оказывать помощь Украине и как быстро такие источники могут иссякнуть, рассказывает корреспондент «Голоса Америки» в Белом доме Михаил Комодовский. Существует два источника средств для поставок оружия в Украине. Оба специально созданы для поддержки ВСУ в войне с Россией. Первый – это полномочия президента по изъятию вооружений, в рамках которых США поставляют оружие, которое уже имеется в их арсенале. Ну а второй – это инициатива по содействию безопасности Украины, из которой финансируются долгосрочные контракты на поставку оружия. Деньги из этой инициативы потрачены полностью. Что касается президентских полномочий по изъятию вооружений, то казалось, что и там деньги закончились, но затем Минобороны США обнаружили, что там зависли деньги из уже отправленного Украине оружия на 6,2 миллиарда долларов. Фактически оказалось, что у Украины есть кредит, который постепенно уменьшается и сейчас составляет 4,4 миллиарда долларов. И пакеты помощи в рамках президентских полномочий будут и дальше объявляться каждые несколько недель, говорят аналитики. Но в связи с использованием бюджета для Украины новые пакеты стали действительно скромнее, примерно 200 миллионов долларов по сравнению с цифрами в 2 и в 3 раза больше, как это мы могли видеть ранее. А теоретически у Пентагона должно быть сейчас достаточно техники, чтобы в течение нескольких месяцев выделять Украине такие небольшие пакеты для того, чтобы удовлетворять сиюминутные потребности украинских солдат на поле боя. Но есть другой момент. Хотя кредит есть, на складах Пентагона может не хватить запасов и некоторых видов оружия, и их просто может не быть в наличии. Поэтому администрация США и призывает Конгресс выделить 61 миллиард долларов дополнительных средств для помощи Украине. На этом фоне издание «Политика» со ссылкой на нескольких неназванных американских и европейских источников выпустило статью, которая называется, здесь я переведу, «Администрация Байдена тихо меняет свою стратегию в отношении Украины». Журналисты утверждают, что администрация обсуждает с Украиной переход к глубокой обороне. Именно такой термин использовали журналисты. Как отмечает «Политика», официальных изменений в публичной риторике «Белого дома» не произошло. Но сейчас США обсуждают с украинскими властями, согласно журналистам, вариант занятия более глубоких оборонительных позиций на поле боя, которые включают в себя усиление противовоздушной обороны и строительство заграждений на линии фронта, а также противотанковых заграждений и рвов вдоль границы Украины с Белоруссией. Ранее о том, что в Минобороны США советуют Украине в течение 2024 года придерживаться стратегии «удерживать» и «стоить» писала «Нью-Йорк Тайм», ссылаясь на должностных лиц. При этом наши источники в «Белом доме» подтвердили нам несколько пунктов из статьи «Политика», в частности, о том, что США сейчас изменили риторику помощи Украине, и это не случайность. Изначально, если вы помните, администрация неоднократно повторяла о том, что Украину будут поддерживать столько, сколько потребуется, «as long as it takes», и сейчас эта риторика звучит примерно так, «столько, сколько сможем», «as long as we can». Но в то же время роман госсекретарь США Блинкен в Мексике попытался найти пути решения еще одной масштабной проблемы для Соединенных Штатов — нелегальной миграции. Он провел переговоры с президентом Мексики. Встреча прошла в ситуации, когда только в декабре до 10 тысяч человек в день незаконно перебирали в США. Делегации вели дискуссии около двух часов. Высокопоставленный представитель администрации Байгена заявил, что мексиканские лидеры проинформировали американскую делегацию о новых мерах, которые принимает Мехико. Президент Лопес Абрадор заявил в социальных сетях, что были достигнуты важные соглашения, которые принесут пользу двум странам и двум народам. Продолжение следует... Здесь не стало вдаваться в подробности. Министр внутренней безопасности в США Майорко охарактеризовал эти переговоры как продуктивные, тоже не предоставил детальных подробностей. Исполнилось пять лет со дня задержания Пола Уиллана в Российской Федерации. Соединенные Штаты объявили его неправомерно задержанным. В этот день госсекретарь Блинкен заявил, что экс-американский Мурпех и его семья слишком долго страдают от решения российских властей неправомерно задержать граждан США. Блинкен напомнил, что с тех пор, как президент Байден вступил в должность, Соединенным Штатам удалось добиться освобождения более 40 неправомерно задержанных американцев. Это был корреспондент «Голоса Америки» в Белом доме Михаил Комодовский. Время свободы. Суд в Томске сегодня приговорил к девяти годам колонии бывшего координатора штаба Навального в этом городе Ксению Фадееву по обвинению в организации посягающей на правах граждан. Обвинение требовало приговорить Фадееву к десяти с половиной годам колонии. Фадеева стала координатором штаба Навального в Томске во время президентской кампании 2017 года. В 2020 году, вскоре после отравления Навального в Томске, она победила на выборах в Томскую городскую думу. Вот фрагмент ее предвыборного ролика. Я координатор Томского штаба Навального и я привыкла называть вещи своими именами. Меня не пугает перспектива отстаивать права людей перед любыми представителями власти. Когда мы добились проведения первых публичных слушаний по бюджету Томской области, я открыто и в лицо депутатам и чиновникам говорила о необходимости снижать траты на представительские расходы, пропаганду и их автопарк. Мы идем на выборы в Думу города Томска, чтобы у томичей появились представители их интересов, а не представители интересов монополистов или мэрии. Вы знаете, как зовут вашего депутата? Он вообще появляется на горизонте между выборами. Пассивность и равнодушие народных избранников это не норма. Депутаты Думы принимают бюджет и могут влиять на то, сколько денег пойдет на образование детей и благоустройство, а сколько на пропаганду действующей власти и автомобилей для чиновников. Мы идем в Гордуму, чтобы задавать неудобные вопросы власти, чтобы контролировать действия чиновников и монополистов, чтобы они работали не для себя, а для людей. Мы идем, чтобы стать голосом томичей. Это был фрагмент предвыборного ролика Ксении Фадеевой. Он был записан в 2020 году. Дело против Фадеевой было заведено в сентябре 2021 года, вскоре после того, как штабы Навального были признаны в России экстремистской организацией. Вначале Фадеева содержалась под домашним арестом, потом ее перевели в СИЗО, а судья сделал процесс по ее делу закрытым. В ходе закрытых судов по делам о создании экстремистских сообществ ранее были осуждены глава штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева, 7,5 лет заключения, Вадим Астанин, глава штаба в Барнауле, 9 лет, и сам Алексей Навальный, отбывающий 19-летний срок в колонии особого режима. В целом же в России за политическую деятельность в уходящем году выносились куда более суровые приговоры, чем за изнасилование и убийство. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» сегодня пятница, 29 декабря. Темы выпуска представляю я, Андрей Широградский. Не стихает интенсивность боевых действий на Ближнем Востоке, причем не только в секторе Газа, где израильская армия продолжает операцию по ликвидации структур экстремистской группировки «Хамас», совершившей 7 октября террористическое нападение на Израиль. Напомню, что в США и ЕС эта группировка признана террористической организацией. Пресс-секретарь армии Израиля подполковник Питер Лернер в своем комментарии отметил, что на севере сектора Газа боевых отрядов «Хамас» теперь почти не осталось. Я думаю, что мы видим развитие ситуации на поле боя по мере того, как мы продвигаемся вперед, как мы ликвидируем и уничтожаем систему туннелей «Хамас», его командные и контрольные пункты. Между тем, на оккупированных территориях западного берега Иордана за последние месяцы погибли уже не менее трехсот палестинцев. Большинство из них стали жертвами столкновений с израильской армией в ходе акций протеста, а также в ходе рейдов израильских сил безопасности с участием еврейских поселенцев. Цель этих рейдов — поиск укрывающихся на западном берегу экстремистов. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал Израиль остановить насилие. Я призываю Израиль предпринять немедленные, четкие и эффективные шаги, чтобы положить конец насилию израильских поселенцев против палестинского населения, расследовать все случаи насилия со стороны поселенцев и израильских сил безопасности. Ну а министр правительства Израиля, министр без портфеля, генерал-лейтенант запаса израильской армии Бенни Ганс обратился к ливанским властям, предупредив их, что Израиль предпримет активные действия, если они не положат конец обстрелам северных районов Израиля, другой экстремистской группировкой Хизбалла. Она базируется на юге Ливана и спонсируется Ираном. Если мир и ливанское правительство ничего не делают для предотвращения обстрелов жителей северных территорий Израиля и не отодвигают Хизбаллу от границ, то это сделает Сахал. Говорил министр правительства Израиля, генерал-лейтенант запаса израильской армии Бенни Ганс. Вы слушаете «Время свободы». Бывшему президенту США Дональду Трампу запрещено баллотироваться в президенты в ходе первичных выборов республиканской партии на территории штата Мэн. Такое решение приняла государственная секретарь штата Шенна Беллоус. Таким образом, штат Мэн стал вторым после Колорадо штатом США, в котором имя Трампа официально запрещено включать в бюллетени на президентских выборах. Беллоус, как и Верховный суд Колорадо, обосновала свое решение в отношении Трампа 14-й поправкой к Конституции, которая запрещает баллотироваться участникам мятежей. В интервью телеканалу NBC Беллоус сказала, что Трамп сознательно провоцировала мятеж, и этому есть доказательства. Все имеющиеся доказательства, их вес ясно подтверждают, что господин Трамп знал о критической ситуации, сложившейся после нескольких месяцев усилий по дилегитимации демократических выборов выборов 2020 года. Но 6 января он решил зажечь этот фитиль, после чего некоторое время ничего не предпринимал. Имеющиеся доказательства, события 6 января 2021 года подтверждают, что имело место не просто нападение на Капитолий, правительственные учреждения, членов Конгресса. Это была атака на верховенство закона. И все свидетельствуют о том, что она была предпринята сведомо и при поддержке уходящего президента. Это была госсекретарь американского штата Мэн Шенна Белоус. Принятые в штате Мэн и в штате Колорадо решения о запрете включать имя Дональда Трампа в бюллетене, скорее всего, будет рассматривать Федеральный Верховный Суд США. И именно от его решения будет зависеть, примет ли участие Дональд Трамп в президентских выборах в ноябре будущего года. Ну а пока Владимир Путин готовится к президентским выборам в России. Напомню, они состоятся в марте 2024 года, а его администрация старается отсеивать молодых кандидатов, чей возраст контрастирует с возрастом Путина. Напомню, ему 71 год. Депутаты белорусского парламента приняли поправки к закону о президенте, предусматривающей его практически полную неприкосновенность после ухода с поста главы государства. Все это породило слухи о том, что Александр Лукашенко все чаще появляющийся в последнее время на публике нездоровым готовит транзит власти. Подробнее об этом белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Инициатор законопроекта Совета Республики это высшая палата белорусского парламента. На заседании глава этой верхней палаты Наталья Качанова пояснила, что изменения нужны в том числе из-за принятой в 2022 году новой Конституции Беларуси. При этом главное изменение, о гарантиях для экс-президента и членов его семьи. Прежде всего это неприкосновенность. Экс-президента нельзя будет привлечь к ответственности за действия цитата «собершенные в связи с осуществлением их президентских полномочий». Нельзя и задержать его в связи с этим, либо как-либо иначе лишить личной свободы, подвергнуть следственным и другим процессуальным действиям. Интересно, что по этому закону такая же неприкосновенность распространяется на членов семьи бывшего президента на их жилые и служебные помещения и переписку и так далее. Но также интересные факты, например, экс-президенту будут выплачивать такое же денежное содержание, которое было у него на посту главы государства. И это содержание гарантируется вне зависимости от того, есть у него другие источники денег. А при этом бывшего руководителя страны освободят от подоходного налога на имущество переданная его собственность. Ну, о том, что я сказал вначале, что также изменены некоторые понятия о том, кто может быть кандидатом в президенты, то вот эти изменения в закон о президенте говорят о том, что кандидатом в президенты фактически не сможет стать никто из теперешних оппозиционных политиков, которые находятся в эмиграции, поскольку по новому закону баллотирующийся должен проживать на территории Беларуси не менее 20 лет непосредственно перед выборами, а также он обязан не иметь гражданства или даже вида на жительство в любом иностранном государстве. Аналитики очень живо обсуждают, почему все-таки этот закон был принят. Можно напомнить, что еще в 2019 году его предлагали принять, но Лукашенко сказал, не надо. Ну, и естественно, логично, что большинство политобозревателей считает, что раз сейчас этот закон принят, что Лукашенко уже всерьез задумался о каком-то транзите власти, что, однако, не означает, что что-то более-менее гарантированно или что что-то можно сказать определенно. Выборы Беларуси должны пройти в 2025 году, а до этого должны произойти выборы, скажем, точнее, формирования так называемого Всебелорусского народного собрания. Это такой орган, который определен в новой конституции, ну, который в демократических странах не существует. Это что-то такое вроде Курултая, вот есть в некоторых азиатских странах, где просто, ну, никем не избираемые люди, а назначаемые властью люди, они собираются и принимают какие-то решения. Это, конечно, вот наиболее реалистичный вариант, что Лукашенко сначала обеспечит себе председательство в этом Всебелорусском народном собрании, а там председатель этого Всебелорусского народного собрания имеет достаточно широкие полномочия, чуть ли не больше, чем нынешний президент. Ну, а потом уже установив себе, скажем, такой плацдарм в зависимости от его здоровья, в зависимости от ситуации, в зависимости, безусловно, от мнения Москвы, будет думать, стоит ли ему баллотироваться на новый срок в 2025 году, и когда сейчас, видимо, большинство все-таки считает, что он будет баллотироваться, особенно после того, как пошел на выборы Путина, но на данный момент главным может быть фактором именно его здоровья, которое, ну, как все видели по видеокадрам из Санкт-Петербурга и из Минска, очень очередной раз сильно ухудшилось, он еле говорит, у него тремор, то есть какая-то тряска головы, все на это обращают внимание, и даже уже пропаганда это не скрывает, говоря о том, что у президента такой серьезный график работы, что вот он иногда устает и так далее, как это раньше, работает с документами, так что, видимо, может быть именно состояние здоровья, поднял Лукашенко, как можно быстрее принимать такие вот изменения в законодательстве. Рассказывал белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Сегодня последний в этом году выпуск «Времени свободы». Я хочу поздравить с Новым годом всех наших слушателей и пожелать им всего самого лучшего. Ну, а закончить этот эфирный год хочу новой песней группы ДДТ во главе с Юрием Шевчуком. Она называется «Новость». Война – это следствие, мир не стесняется. Харизматичных позывов в агрессии, где, назвав себя родиной эти нули, равнодушно крадут время нашей земли. «Новости» «Новости» «Разные мнения» «Кто трус, кто предатель, кто готов к измерению» «Черепа мозга, копыт, ягодиц» «Как дарьёмся наверх, то всё катится вниз» Расстреляли любовь, что была нашей птицей, и предначертано нам на роду. Предлагаю всем тем, кто собрался родиться, обратно залезть в мир. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода. Вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube Радио Свобода Live. Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Еще раз с Новым годом. У меня на сегодня все. До свидания.